В этом году и Бресенскому району выделена беспрецедентная сумма на комплексную модернизацию объектов образования. 150 миллионов рублей. Должны отремонтировать 8 учреждений. Как идут там работы, проверилась заместитель председателя кабинета министров Чувашии Алла Салаева. В первой и Бресенской школе идет капитальный ремонт. Здесь меняют все. От полов и потолков до системы коммуникаций. В прошлом году модернизировали двухэтажный корпус для начальных классов. В этом обновляют трехэтажное здание и мастерские. К новому учебному году работы должны завершить. У нас есть задача, которую глава республики озвучил в послании. За пять лет привести в соответствующий вид и в порядок все школы, все детские сады республики с износом более 50%. Но делать это не по принципу латания дыр. Один раз зашли, родители попросили потерпеть. И после этого родители и дети вернулись в школу, которая полностью соответствует сегодняшним стандартам. По новой программе модернизации можно благоустроить и прилегающую территорию, и спортивные площадки, даже установить видеонаблюдение. В ближайшие четыре года таким образом в районе капитально отремонтируют 9 садиков и 12 школ. В свои очереди на обновление ждет и стационар и Бресинской центральной больницы. Параллельно здесь намерены благоустроить территорию, наладить уличное освещение и оборудовать гаражи для машин скорой помощи. В прошлом году средств хватило лишь на капитальный ремонт поликлиники. Как и во многих других муниципалитетах, в районной больнице не хватает квалифицированных врачей, общей практики и узких специалистов. Сейчас прием жителей ведет выездная бригада из республиканских медучреждений. Хотелось бы, чтобы врачи приезжали почаще. Приезд таких специалистов очень для нас важен. Чтобы своевременно на ранней стадии продиагностировать ту или иную болезнь, чтобы своевременно оказать необходимое лечение. Это, наверное, самое важное. Поэтому мы зафиксировали и решили. Все с этим согласились. Что в июле месяце вместе с Министерством здравоохранения мы подготовим четкий, понятный план, когда раз в квартал те специалисты, в которых есть реальная потребность в районе, будут приезжать и проводить дни приема. Но план будет утвержден заранее. Те же врачи, которые сегодня ездят по районам, также будут дополнительно поддержаны со стороны Министерства здравоохранения для того, чтобы уже заранее спланировать свои графики, свои приемы. Это очень сильно облегчит жизнь на местах. После последнего визита республиканских врачей пять местных жителей направлены на госпитализацию в Чебоксары. Остальные получили рекомендации по дальнейшему лечению в районной больнице.